Дорога народно-хозяйственного и оборонного значения. Дагавтодор открыл реконструированный участок автодороги Грозный, Ботлих, Хунзах, Араканская площадка. Современная автодорога улучшает транспортные связи Республики Дагестан с Чеченской Республикой, соединяет между собой населенные пункты нескольких районов. Подробности расскажет Атика Магомедова. Именно с их легкой руки все будут благополучно. Здесь, на высоте 2000 метров над уровнем моря, эта дорога была пробита до 1867 года еще царскими властями. Она имеет не только республиканское значение, но и федеральное, так как соединяет между собой две крупные республики Северного Кавказа – Дагестан и Чечню. Строили ее три года. Более активно последний год. В этом году предполагалось где-то полтора километра, но мы построили 5,2 километра. У нас, кроме того, чтобы строить дороги, есть у нас еще свой внутренний план агентства – сократить незавершенку. Сокращая незавершенку, мы увеличиваем эффективность использования денег дорожного фонда. В 8 километров уложено более 15 тысяч асфальтобетонной смеси. Ширина покрытия составляет 7 метров. При строительстве дороги применяла система 2 и 3D-нивелирования. Это означает, что в бортовой компьютер асфальтоукладчика или грейдера вводится проект, и он с точностью до 5 миллиметров рисует проект. В современном мире все чаще человек выходит из процесса. А в процессе более востребована вот такая техника из серии думающих. Проезд тяжелой строительной техники, которая, кстати, и была задействована в реконструкции этой дороги. За техникой, на удивление, ребята молодые. Им от 20 до 30 лет. Лучших из них сегодня награждали именными часами, на которых написано «За качество» от Хучбарова. И денежными премиями в размере 100 тысяч рублей. Очень приятно. Им обоим, мастерам, кому я дарю эти части, нету еще 30. Вот они будущие руководители, они будущие ответственные люди. Мне очень приятно и рад. Для жителей сел эта дорога имеет огромное значение, так как она значительно улучшает транспортную связь между поселениями. На месте открытия дороги устроили настоящий праздник. Юные акробаты, национальное подворье, выступления гостей, ознакомление с ходом строительства на 35 баннерах, описывающие процесс работы на данном участке, и соревнования по картингу на Кубок Дагавтадора. Юный участник картинг-клуба «Гараж» Мурат Юсупов финишировал первым и получил кубок от Дагавтадора. А завершилось мероприятие велопробегом в честь открытия новой дороги, в котором приняли участие учащиеся школы Хунзахского района. Атихат Магомедов, Джалал Магомедов, телеканал ННТ, Хунзахский район.